Христос воскрес Смотрим, что с этого получится Ну, я отдал попользоваться, не знаю, может быть навсегда каналом Просто Лондон Я думаю, что я расскажу некоторые моменты Значит, детям, чтобы они потренировались Ну, мне будут помогать на конпере, уже будет хорошо Проблема в том, что у меня хронически не хватает времени Нужно что-то делать, суетиться, думать о хлебе насущном Потому что в это тяжелое время, пандемик, эпидемик Действительно, ну, ребята, не сладко Пользуюсь свободным временем, делаю те другие дела, до которых не доходили руки Ну, как всегда, пихаю нос везде, где нужно, не нужно А это не очень правильно Маленькая такая новость Вчера прилетает мне ссылочка на газету в электронном виде The Wall Street Journal Открываю, что же я вижу Что солидное издание, которое обслуживает солидных людей Начинает писать статью, не помню, кто ее написал Да, это не важно О том, что многие научные работники в мире, которые занимаются пандемик, эпидемик, болезнь не пройдет Занимаются тем, что говорят, что уколы Pfizer, Modena, не знаю, как Oxford Говорили за эти две вакцины Что они, как бы, несмотря на то, что 95% положительные И только лишь 5% может склеить ласты или лыжи Или как кому хотите Но то, чего ожидалось от этих вакцин Как бы не оправдалось А я сразу буду делать заметки Это все-таки американское издание Что правительство или пожертвовать Или как бы в Великобритании валили 22 миллиарда фунтов стерлинов В создание вакцины Вот, а то уже, какой ущерб экономике страны нанесла сама вот эта пандемия Даже, ну, наверное, говорят, цифры приблизительные Ну, плюс-минус 20 украинских бюджетов Там на триллионы фунтов, уже не говоря, за Америку Вот, как бы эффект этот не очень так туда-сюда Возвращаясь к Wall Street Journal Вакцины, которые созданы, на которые вбухали огромнейшие деньги Они в основном повышают иммунитет у людей, у которых он понижен Сразу возникает вопрос Зачем кушать столько дерьма, убивая свой иммунитет? Зачем потреблять огромное количество химических медикаментов Генномодифицированных продуктов? Над нами летают самолеты, которые вместе с остатками каросина распиляют токсические вещества Уже не говоря о том, что пуск космических ракет выбрасывает в окружающую нас атмосферу На космодромах колоссальное количество супертоксических веществ, которых даже перечислять неохота Не говоря о загрязнении рек, озер, морей За добавки в бензин и в дизель всяких добавок, которые тоже распрыскиваются Использование глифосейда или так званого у нас раундапа То есть химикат, который действует, убивает сорнячки И естественно убивает окружающую природу Уже не говоря о использованных пестицидах О разрешенных, запрещенных Все это делает нашу окружающую среду просто токсичной Это в свое время убивает иммунитет человека И надо же было вбахать такое огромное количество денег А если посчитать, сколько немцы, американцы, британцы, китайцы Вложили, инвестировали денег в создание вакцины Которые только лишь будут подавлять этот вид грибца или ковида А уже в очереди стоят десятки других инфекций Которые тоже будут ломать вашу иммунную систему И что же происходит? Допустим, по Великобритании не в основном, а очень много вакцинируется людей свыше 80 лет Почему? Потому что у них в связи с плохой экологией С колоссальным потреблением химических медикаментов Которые, да, этим людям помогают Поеданием геномодифицированных продуктов И без того слабоиммунная система Она, естественно, начинает буксовать Хотя на таблетках люди протягивают довольно длительный промежуток времени Так идет вакцинация, чтобы на 5-10% повышить вашу иммунную систему Так почему же не возникает законное Не законное, а вопрос А может быть нужно уменьшить количество самолетов? Слава Богу, уменьшилось Может быть нужно переходить на экологически чистые Эко-топливо На водородные двигатели Я не говорю электрических Потому что в электрических батарейках Таксических веществ Колоссальное количество И кто-то должен заниматься утилизацией А водородное топливо Разработки, которые есть в развитых странах Они позволят экономить экологическую систему И зачем запускать ракеты Чтобы те выводили в свою очередь На орбиту десятки, сотни спутников Которые даже не могут угадать погоду С точностью до часа Уже не говоря о сутки или на неделях О неделе вперед Поэтому вообще цивилизация идет ошибочным путем А глядя там некоторых блогеров А допустим хороший блогер есть Варламов Он показывает как засранные африканские страны Но у нас в это же время На территории бывшего Советского Союза Есть умельцы, которые со старых Пластика, с отходов Получают топливо пригодное для вторичного использования В автомобилях Так может быть ребята Африканским друзьям подбросите Технологии примитивной переработки пластика И море и океан Все станет экологически чистым То есть человек сам вокруг себя развел срач Сам вокруг себя уничтожил что только возможно Я не думаю, что богатые люди смогут Спрятаться в своих глубоководных бункерах Для того, чтобы осидеться Ну сколько? Ну 10 лет, ну 20, ну 100 Ну сколько человек живет? Ну сколько взрослый человек может осидеть в бункере? Выйдет на поверхность, а там никого нету Все сдохли то ли от вируса, то ли от коронавируса То ли от труповируса Неважно от чего, от голода Ради чего уменьшать население Если завтра не будет что продавать Зачем все эти фабрики, заводы, пароходы Круизные лайнеры Зачем ракеты летают в космос Для того, чтобы завтра спутники Глядели на пустую и обезлюднейшую землю Это вопрос к Психической адекватности Тех людей, которые посчитали, что наличие нарезанной бумаги Или цифровых нулей на ваших счетах Позволяет вам управлять стадом или мира Может быть эти средства направить на благоустройство мира На производство нормальных продуктов питания Земля в состоянии Технологии позволяют прокормить все население планеты И даже еще излишки этого отправить на Марс Как Илон Маск предлагает Поэтому это одно Начал с Wall Street Journal Заканчиваю следующим Мир глобализируется Не дать, не взять Вчера опять же пролетела информация О том, что опять десятки тысяч людей Из Гондураса Вообще там с Гаити С африканских стран Которые накоксовали с Латинскую Америку Они уходят в сторону Соединенных Штатов И пытаются пробить туда коридор С живым тараном Так вот, к чему я веду Я в своих повествованиях часто говорю Не пожелай врагу своему или недругу того, чего не желаешь себе На протяжении последних Ну скажем так Семидесяти лет Политика Соединенных Штатов За редким исключением определенных периодов Была направлена на то, чтобы разрушать чужие экономики И навязывать свою Точку зрения Возьмем Я внимательно отслеживал, как Штаты развалили Чили Точно так же, как Украину Аргентину Создали везде хаос То есть даже если в каких-то странах Плюс-минус полууспешные Или не очень успешные экономики работали Но они связывали как цементом Колоссальное количество людей Обеспечивали их работой И люди были привязаны Как ишачки на веревочках Морковочку где-то повесили Где-то дали покушать Где-то дали возможность заработать Люди были заняты Им нечего было куда-то двигаться В подавляющем своем большинстве В подавляющем большинстве Когда были разрушены экономики Там Латинской Америки Северный Африканский пояс Который сдерживал наплыв Из бедных стран территории Европы Так вот, не пожелай ближнему свою Что не пожелаешь себе Рано или поздно Североамериканские государства Будут пробиты тараном С латиноамериканских стран В которых народа развелось много Ну нормальный процесс Люди размножаются Молодежи много Но экономики нету Вспомните Венесуэл Вспомните Аргентину Чили Парагвай Юругвай Колумбия Эквадор Гондурас Эти страны Которые как-то худо-бедно Сами себя обеспечивали Естественно были люди Которые вжали на лучшие хлеба Но сейчас Когда везде Тотальная Безработица Не нужно сюда приплетать Климатик ченджес Это все результат того Что определенные Безумные По-другому их нельзя От политики Разрушали соседние страны И доразрушали их И настолько Что Вот Если раньше были коты Полуголодные И не думали куда-то бежать Начинать все сначала Это все-таки тяжело Для Человеческого стада А сейчас Когда вообще Нету никакого выхода Они готовы Идти на штурм Баррикард На штурм Полицейских И армейских Кондоров Для того Чтобы Ввалиться в ту страну Где хоть можно Пластмассовых Или ненатуральных Гамбургеров Наесться Или чего-то другого Плюс иметь какую-то работу Плюс Женщины будут заниматься Не все Определенная часть Своим Исконным трудом Вот Какая-то часть Будет пахать На фабриках Заводах Которые еще останутся Какая-то Будет сидеть Заниматься Там В больших городах Заниматься Разными Вещами Непотребными Тем Кто заплатит И Получается Что Благодаря Политике Которая Я считаю Очень безумная Была Вот возникла Та ситуация Которая возникла На территории Европы То же самое Ну Конечно Возникло это Под патронатом Большого брата А теперь Я уже В предыдущем Повествовании Сказал О Татаро-китайском Нашествии Я понимаю Что Наши Южные Юго-восточные Соседи Вряд ли Будут привыкать К минус Пятидесяти К минус Тридцати Но Пользуясь Современными Технологиями Они Сброют Дальний Север И Заполярья До Не кишок А до костей Вытянут Оттуда Ресурсы Продадут На запад И потом Сами Уйдут Большими Косяками Селедок На запад Если Китай Прорубает Шелковый Путь В Европу Которое Было Первым Миром Первым Маркетом Первым Рынком В мире С населением Сейчас Около 600 Миллионов Человек С колоссальным Потреблением Потому Потому что Экономики Технологии А сейчас Пока Китай Прорубит Свой Шелковый Путь Этот Шелковый Путь Лежать Из-под Небеса Прямо В общественный Европейский Туалет В который Европейские Государства Провещены Опять же Действиями Безумных Политиков Которые Своими Неумными Действиями Преследуя Временные Интересы Развалили Северо-Африканский Санитарный Пояс И колоссальное Количество Где криминала Где бывших Боевиков Ну то есть Людей Самой Разношерстной Публики Ломанули На Европу А это Один из Инструментов Сметания Границ Сметания Традиций Сметания Каких-то Культурных Ценностей Кстати В интернете Начинают Появляться Такие Заметочки Что Культурная Идентичность Наций Это Признаки Фашизма Или Нацизма Если Вы Увлекаетесь Своей Историей Это Признаки Нацизма То есть Начинаешь Задумываться Что В дуровике Сракопедии Как-то Странно Люди Наполняют Ее Объемом Знаний Которые Никак Не Соизмеряется С нормальными Человеческими Понятиями Добрососедства Сотрудничества Культурного Обмена Прочее Прочее То есть Кто-то Где-то Обладая Колоссальным Количеством Нарезанной Бумаги Решил Свалить Грешное Праведно В один Европейский Бачок Перемешать Это Грязным Ботинком И потом Выставить Это Как новую Культурную Революцию Или какую-то Хрен Поймешь Какую-то Революцию И возникает Закономерный Вопрос Китайская Народная Республика Рубит Прямой Шелковый Путь На Самый Богатый Рынок Мира Которым Является Европейский Союз И пока Она туда Это рынок С быстрыми Доставками Прорубит Кому Все Это Продавать Уже Не говоря О тех Безумных Больных Людях Которые Хотят Уменьшить Количество Населения На планете Заради Чего Может быть Нужно Улучшить Качество Жизни А за 20-30 лет Все Больные По тем Или иным Причинам Ну не все Но большое Количество Естественная Убыль Туда-сюда Отправятся И население Планеты Схлопнется Очень быстро Потому что В странах Которые Начали Только Развиваться Я смотрел Очень Интересное Такое Обучающее Видео В семьях Допустим По 10 По 15 Человек А когда Страна Более Развита Женщины Устремляются Им Семья Неинтересная Интересно Сидеть Кликать В интернете Показывать Моду Крутить Хвосты Они То дорожают По одному Два Ребенка Если Час Население Раздулось Как Консервная Банка На солнце То потом Оно Сдуется По одной Простой Причине Что В целостной Баночке Будет Пробитая Дырочка И уже Это Ничего Работать Нормально Не будет То есть Сегодня Населения Много Завтра Его Стало Меньше И Для кого Тогда Производство Для кого Нарезанная Бумага Ради чего То есть Ради чего Копить золото Бриллианты И какие-то Активы Если Завтра На земле Может Наступить Ядерная Зима И никому Это Нахрен Не нужно Ни богатые Дома Ни шикарные Вилы Ни прекрасная Церамика Не дубовые Полы Так что Друзья Врубайте Мозги Извиняюсь За просто Лондон Пока Временно Может быть Вообще Не будет Доступен А может быть Будет Доступен Если Ухайдохают Мой канал Потому что Я порываю Сказать Много Я порываю Сказать Обрисовать Вам картину Не маслом Картину Солидолом Нарисовать О том Что происходит В мире Вот Может быть Получается Может быть Не получается Думаю Достаточно Того Что мои Дорогие Любимые Подписчики Смотрят Меня Мне Не нужна Огромная Эдитория Конечно Хотелось Бы Хотя бы Чтобы Думающих Людей Было Больше Но надо Банально Врубать Мозги Если Нету Времени Остановиться И Посмотреть Что происходит В окружающем Мире А это Очень важно Ведь Можно Очень быстро Бежать Как Иванушка Не дурачок А Иванушка Телесик Да Бежал Прямо В печечку Хотел Попасть Так Хотел Бабушке На Этот Самый На Поджарку Заскочить То есть Нужно Остановиться Если Нету Возможности Остановиться Отъедьте В соседнюю Страну Хотя бы На неделю Две Или Хотя бы Заройтесь В лес В тайгу Возьмите С собой Ящик Водки Сало Закуски Помидора В это И просто Посидите Отключитесь От этого Мира Без Телефона Без Жен Или без Детей Или вообще В нормально Хорошей Компании И тогда У вас Когда вы Останавливает Свою Иммунную Систему И Вибрации Натуральное Тело Которое А наше Наше тело Это Космический Процесс Вы сможете Ловить Вибрации Происходящих Процессов Космических Процессов И тогда Будете Адекватно Думать И направлять Свои лыжи Или стопа В том Направлении Чтобы Избежать Попадания Между Молотом И наковальней С вами Канал Компери Он еще Называется Мега Аргентина 2012 Потому что Поисковики Не очень Его находят И люди Которые Не знают Ищут Компери А на самом Деле Мега Аргентина Мега Аргентина 2012 И по всей Видимости Канальчик Немножечко Того Делается Может быть А может быть И нет Все Друзья С вами Еще раз Я Наилучшее Пожелание Семья Это основа Любого Общества А крепкая Семья Это основа Крепкого Общества В котором Общество Социальной Справедливости Тогда у него Будет Будущее Все Друзья До лучших Встреч Доброй ночи Доброго утра У кого Какое время Бай Бай